Всем привет! С вами Универньюз в студии Адели Шмелова. Прямо сейчас вас ждут такие новости, которые не оставят никого равнодушным. Только самые заметные события из жизни Казанского университета, о которых мы расскажем первыми в сегодняшнем выпуске. Где загадка пятого постулата? Об этом и не только рассказали в стенах Казанского федерального. Акселератор Пульсар Венчур Кэпитал открывает новые возможности для бизнеса. Известному татарскому режиссеру и актеру исполнилось 70 лет. 18 марта в императорском зале КФУ состоялась лекция, посвященная году Лобачевского. Перед слушателями выступили преподаватели университета, которые рассказали о великом математике и его жизненном пути. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. В субботу 18 марта в Казанском федеральном университете состоялась лекция лектория Open History, посвященная году Лобачевского. В этот день перед слушателями выступила Ильяна Шакирова с темой Николай Иванович Лобачевский, педагог и наставник, и директор Института математики и механики имени Лобачевского Максим Хромченков с лекцией Юрия Коноплева. Лобачевский и современная наука. Удивительно то, что великий математик и ректор Императорского Казанского университета стал для лекторов частью их жизни. Так Лилиана Шакирова в своей лекции опиралась на диссертационную работу, которую написала на основе исследований Казанской математической школы. Когда я поступила в аспирантуру, мне была предложена тема Казанской математической школы. Я занялась этой проблемой, я действительно жила 19 веком, личностью Лобачевского. Я изучала о том, кто были его учителя, как они готовили его к профессорской деятельности, как затем он стал преподавать достаточно рано, как его поддержали немецкие профессора. Стоит отметить, что подобные открытые встречи будут идти вплоть до 1 декабря. На них будет популярно рассказываться не только о гении самого ученого, о его математических, физических и других талантах, но и о самых интересных загадках математики в целом. Лекции рассчитаны на самую разнообразную аудиторию, от старшеклассников до ученых, а представлять их будут имениты ученые математики не только Казани и России, но и даже стран зарубежья. Диана Шилова, Ленар Довлетяров, Универньюс. У вас есть проект ранней стадии с потенциально успешными бизнес-идеями, но не знаете, как его развивать и вывести на международный уровень, и как найти инвестора, который бы профинансировал ваш проект? Тогда программа «Акселератор Пулсар Венчер Капитал» – это то, что вам нужно. О компании и самой программе подробнее расскажет наш корреспондент Елизавета Евтефеева. Пулсар Венчер Капитал Вы разработали продукт, вы подготовились к оказанию услуги, вы проверили это на маме, на бабушке, быть может уже более эффективно и есть какая-то первая продажа. И вы задумываетесь о том, как же далек путь до того момента, когда ваш продукт купит миллионы людей. Как же далек тот момент, когда ваша услуга будет нарицательным именем, как сейчас говорят о известных марках. Как это сделать? И вот здесь помогаем мы. Мы, группа компании «Акселератор Пулсар Венчер Капитал», в принципе, работаем в фокусе трех направлений – IT, IoT, Internet of Things и Industrial, то есть промышленные направления, new materials иногда, то есть новые материалы. Касаемо программы «Акселерация» здесь от список отраслей приоритетных шире. Это IT, это технологии нефтегаза и нефтехимии, это медицина будущего, это новые материалы и технологии их получения, это новые приборы, аппаратные комплексы и биотехнологии в самом широком варианте их применения. Участие в программе «Акселератор» будет проходить в несколько этапов. До 2 апреля вам необходимо успеть подать заявку. Сразу следом – отбор проектов экспертами до 14 апреля. С 24 по 26 будет проходить подготовка кампании к отборочному дню, который состоится уже 27 апреля в Иннополисе. 50 финалистов будут бороться за то, кто же станет одним из до 15 компаний-победителей. Таким образом, это действительно сконцентрированный объем знаний, и это нужно уметь сделать, причем не рассказывать про науку, про то, как Королев ракеты в космос запускал. Здесь интересует про бизнес, про то, как это будет продаваться и кому. В период с мая по декабрь проведение программы «Акселерации» планируется в Ирландии, которая включает также индивидуальные и групповые работы менторов, экспертов и инвесторов с командами. Ирландия – это, во-первых, теперь же единственная англоязычная страна в Евросоюзе. Во-вторых, эта компания – страна с почти минимальным налогом на корпоративную прибыль, а поэтому Google, Facebook, Apple, LinkedIn и другие корпорации мировые, они все главные офисы там. А значит, выйти к ним, пообщаться с ними, тем более имея в партнерах Enterprise Island, гораздо проще. Плюс, ирландская диаспора очень такая плотная, она сродни татарстанцам, и всегда отслеживает, где у кого какие успехи, поэтому через них выйти на рынок США, выйти на рынок Европы, в другие страны – достаточно просто. Помимо инвестиций, организаторы программы обещают финалистам обеспечить выход на международные рынки, а также доступ к инженеринговым центрам и другим сервисам поддержки. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. Актовый зал Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ в очередной раз собрал поклонников творчества известного татарского режиссера и актера Марселя Забарова. И снова публика смеялась и отдыхала душой над добрым и искренним представлением. Аплодировала отличной игре начинающих актеров. Ведь повод для праздника был действительно стоящий. Кумиру множества начинающих татарских актеров исполнилось 70 лет. Как прошло торжество – смотри далее. 17 марта в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ прошел юбилейный творческий вечер, посвященный 70-летию народного артиста Республики Татарстан и заслуженного артиста Российской Федерации Марселя Забарова. Праздник состоялся в стенах университета не случайно, ведь вся жизнь и работа юбиляра играют важную роль в эстетическом и нравственном воспитании студентов. Можно не сомневаться, что именно нескончаемое вдохновение Марселя Забарова успешно прививает студентам любовь к высокому искусству, что вносит огромный вклад в нравственное воспитание будущего поколения, в сохранение и развитие татарского языка. В Казанском Федеральном для детей, обучающихся сотрудников и преподавателей университета объявлен конкурс на лучшую фотографию, рисунок и поделку. Все подробности смотри далее. В рамках Международного дня семьи в Казанском Федеральном 15 мая пройдет фестиваль для обучающихся сотрудников и преподавателей Казанского университета. Мы хотим сделать этот фестиваль очень интересным, красочным, чтобы он объединил не только сотрудников, но и преподавателей, обучающихся, но и членов их семей. В связи с этим в университете проходит ряд мероприятий. Одним из таких является фотоконкурс к семейному альбому «Прикоснись». Фотографию можно отправить на любую из понравившихся номинаций. Главное, чтобы она передавала самые яркие и теплые события семейной жизни. В рамках фестиваля проходит конкурс рисунков «Веселая палитра» и конкурс по делу «Красота рукотворная» среди детей, сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ. Они направлены на укрепление семейных ценностей, поддержку творчества одаренных детей и развитие художественного таланта у детей. Участие в конкурсе могут принимать дети от 3 до 12 лет. Целью данных мероприятий, видимо, это формирование корпоративной культуры в нашем университете, это сплочение и сотрудников, преподавателей, обучающихся. Фотографии, рисунки и подделки будут принимать до 15 апреля. А 15 мая пройдет церемония награждения, где авторы лучших работ получат памятные подарки и призы. Действительно, сюрпризы и интересные площадки будут работать для сотрудников и для членов их семей. Мы хотим сделать для детей различные мастер-классы, различные развлечения до самой концертной программы. И уже в рамках концертной программы подвести итоги и наградить самых лучших и достойных. Анна Глазунова и Нада Литьяров. Универньюс. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Не замыкая глаз, универньюс продолжает следить за самыми интересными событиями. Смотри нас и будь в теме всегда. И помни, мы тебя видим. С вами была Аделья Шамилова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok